Товарищество собственников жилья вправе выбрать общую или упрощенную системы налогообложения. В чем особенность каждой из выбранных форм и в какие сроки необходимо подавать данные в налоговую инспекцию. Товарищество собственников жилья могут применять одну из двух систем налогообложения – общую или упрощенную. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется при подаче налогоплательщикам уведомления в соответствии с пунктом 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ. Уведомление о переходе на данную систему налогообложения подается не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет. В случае, если налогоплательщик применял общую систему налогообложения для перехода на упрощенную, уведомление подается не позднее 31 декабря календарного года предшествующего применению упрощенной системы. Налоговая декларация в связи с применением упрощенной системы налогообложения подается в налоговую инспекцию не позднее 31 марта года следующего заистекшего. При выборе данной системы следует руководствоваться главой 26.2 Налогового кодекса РФ. При применении общего режима налогообложения ТСЖ предоставляет налоговую инспекцию декларации по налогу на прибыль за 3, 6, 9 месяцев срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. В случае наличия в собственности юридического лица имущества ТСЖ один раз в год не позднее 30 марта предоставляет декларации по налогу на имущество организации за предшествующий календарный год. В случае неосуществления деятельности и отсутствия движения денежных средств по расчетным счетам в банках ТСЖ вправе подать в налоговую инспекцию единую упрощенную налоговую декларацию в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Налогового кодекса РФ. Срок подачи такой декларации не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, полугодием, 9 месяцами календарным годом. Кроме того, независимо от системы налогообложения, ТСЖ предоставляет налоговую инспекцию, бухгалтерскую отчетность не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года, Расчеты по страховым взносам за 3, 6, 9, 12 месяцев не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6 НДФЛ. За первый квартал полугодия 9 месяцев не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом. За год не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Субтитры создавал DimaTorzok